Привет, я Энни Мэджик, и это наша постоянная рубрика Magic House, в которой я показываю наш строящийся дом. Вы увидите, как много всего уже изменилось, и дом приближается к тому моменту, что мы уже скоро, совсем скоро в него заедем. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые ролики, и поехали! У нас здесь вокруг везде снежок, а вы, ребята, пишите в комментариях свои идеи Magic House, может быть, вам что-то прикольное в голову придет, и ставьте лайк этому видео, если вы хотите продолжения, и наблюдать за тем, как эта стройка будет развиваться, и что в итоге получится. Патио, веранда, оно очень тоже большое, сюда есть несколько выходов, тут окна вот от спальни, два выхода из зала, и один выход там, мы к нему вернемся. Какие у нас огромные здесь сугробы, где весна, где она? Вообще-то уже март, и даже сейчас идет снег. Я сейчас захожу со стороны зала, но начнем мы с коридора все-таки, с той двери. Ребята, вернемся на секундочку в мою съемную квартиру, я же забыла вам показать одну очень крутую штуку. DIY House, интерьерный конструктор, я купила себе вот такую вот гостиную и собрала ее сама, я герой, смотрите. Скажу честно, для меня это было не легко, не быстро, но это было очень интересно и затягивающе. В этих конструкторах все продумано до мелочей. Собирать, клеить, красить, соединять нужно самые мелкие детали. Даже электричество надо сделать самому, книжки, цветочки, ковры, это выглядит как мини-копия реальной комнаты. Сначала я сама сделала все эти детали, а потом уже собрала комнату, как на картинке. Я, если честно, даже решила заказать еще на подарки друзьям или может собрать целый дом. Смотрите, как это прикольно. Любители DIY и дизайна оценят, а не любители, как я, устроят себе реально интересный челлендж. Кстати, получилась такая маленькая гостиная для Рики, моего хомячка, может быть, стоит его сюда запустить. Так что всем советую, ребят, ссылку на них оставлю внизу и возвращаемся обратно в Magic House. Я помню легенду, что когда вот заселяешься в дом, надо сначала запустить туда кошку. Я очень хочу так сделать. Но кто знает, кто в курсе, кто смотрит мой канал Animagic, я рассказывала, что я разбила машину. И поэтому мы сейчас приезжаем сюда то на такси, то со знакомыми. Как бы, ну, это просто неудобно. Поэтому сегодня со мной здесь только моя красавица Софишка. Там моя комната, но ее пока не показывай. Я вас туда отведу попозже, потому что у меня по поводу моей комнаты куча кое-каких идей. Все постоянно присылают проекты Magic House мне и предлагают какие-то свои варианты, как сделать. Вот он зал. Что здесь изменилось за это время? На самом деле сейчас уже, по сути, дом на той стадии, когда скоро в него можно будет въехать. Кажется, что нет, но это так. Во-первых, полностью везде сделан пол уже. Мы уже закупили плитку. Вот там вот в этой маленькой комнатке, в которой будет кухня, там ламинат уже лежит. То есть осталось только сделать, потому что стены тоже уже отделаны, так что их осталось только покрасить. Нужно придумать, в какой цвет. Я думаю, цвет будет светлый. Я такая вся молодец, пришла во всем белом на стройку. Я вся буду в пыли. Кстати, ребята, не забывайте, что на всех каналах сегодня тоже видео. Ссылочки я оставлю в описании на новые ролики на других каналах. Потом обязательно их подите и посмотрите. И на канал Magic Pets моих питомцев, и на мой личный канал Animagic. До Софиши. Ну, короче, как вы помните, здесь будет кухня, скорее всего. Но вот в том маленьком закуточке, я его так называю, будет как бы продолжение этой кухни, всякие хозяйственные штуки. Здесь будет зал, здесь будет спальня. Тут не было пола, и сейчас все уже залили бетоном, и, соответственно, можно уже класть сам пол, который тут будет. По сути, комната тоже уже готова. Остались только придумать цвет стен, покрасить, потолок покрасить и положить пол. Но это уже самый главный путь, я думаю, пройден. Кто не помнит, кто не знает, вот здесь будет дверь в ванну, и здесь будет сама ванная, самая такая основная, личная ванная, в которую будут ходить только хозяева дома. В смысле, я и остальные. Все помещения достаточно большие, ну, как бы вот план был именно такой, и чтобы они были светлые, поэтому везде окна. Вот здесь, скорее всего, будет стоять ванна сама большая. И тут уже тоже провели всю вот эту вот сантехнику, трубы, то есть, короче, вот эти все моменты тоже уже решили. Осталось только подключить вот сюда, например, унитаз. То есть вот эти штучки, они уже все проведены. Из-за того, что я приезжала на дом с собачками, и здесь еще был бетон сырой, они оставили тут свои следы. По-моему, это была Юмичу. Вот такая вот большая ванна тут. Я планирую, будет какой-то комод с зеркалом, какие-то еще тумбочки. Вот это все продумается. Может быть, у вас будут идеи, потому что мне постоянно, мэджики, все ребята присылают проекты будущего мэджик-хауса. То есть, они некоторые в сим сделают. То есть, как вот они прям изучают, как комнаты сделаны, и делают дизайн. Некоторые рисуют прямо от руки, и это так прикольно. И как раз поэтому я решила устроить кое-какой конкурс. Я попозже чуть-чуть к этому вернусь. Ну, короче, вот у нас спальня, и здесь будут двери. Кстати, посмотрите, насколько высокие двери. Это была мечта. Мы смеемся, что это комплекс маленьких людей. Тот, кто маленького роста, хочет большую машину, большой дом, большие высокие потолки. Здесь везде очень высокие двери. Посмотрите, вот здесь вот дверь намного шире, чем дверь, которая ведет в гардеробную или в ванну. Потому что она здесь будет двойная. И двери уже заказали, то есть, они скоро уже будут готовы, и мы будем их устанавливать. Это гардеробная комната. Здесь тоже большое, очень классное двойное окно. Тут не было пола, и стены были такие еще из блоков. Их отштукатурили, пол сделали. В общем, комната уже практически готова. Это будет гардеробная, скорее всего. И, может быть, вот тут вот будет какое-то местечко, где там прихорашиваться. В общем, какой-то столик с зеркальцем. Большое зеркало, конечно же, во весь рост. Ну и, возможно, здесь не будет двери, а будет просто большая такая штора, которая ведет в спальню. А теперь мы отсюда идем в еще одно помещение, в котором уже сделали много всего. Это такая, как бы, комната хозяйственная, постирочная. Здесь ничего особенного не изменилось. Тут только сделали подоконник. И вот из этой комнаты хозяйственной, где будет стиральная машинка, еще один туалет. Вот, в общем, все вот такое вот. Мы попадаем через высокие-высокие двери в еще одно хозяйственное помещение. А вот тут как раз все такое. Котлы, я не буду вас грузить. Тут вот дверь, и через нее можно выйти на патио, на крыльцо, куда и ведут остальные те большие двери в зале. А мы их показали. А с другой стороны этого же помещения, этих котлов и всего, тут окошко, батарея тоже сделано. И тут вот уже начали класть плитку. Тут будет такая ванная специальная. То есть не ванна, в которой мыться, а ванна, в которой, вот как раз заходя оттуда, грязная обувь. Там что-то вот такое. Плюс можно там мыть собачек. Да, Софиш? В этой ванне у Софи опять язык торчит. Это такая смешная. То есть она специально сделана на уровне человеческого роста, чтобы руки доставали. Она такая большая, и тут уже начали класть вот такую плитку. Кстати, вот такая плитка будет именно в этом помещении. Она такая прикольная, как будто старинная, потертая. Мне очень нравится. Кстати, я в прошлый раз не показала. Вот эта вот штука. Это дверь на чердачное помещение. То есть там нет второго этажа у этого дома. Там именно такое большое, очень просторное чердачное помещение. Это люк такой с лестницей сразу, как в американских фильмах. Ты так спускаешь ее, и выходит лестница. Я сейчас не буду этого делать, потому что, как вы видите, я до туда даже достать не могу. И есть специальная где-то тут палка, чтобы это делать. А теперь мы подходим к моему любимому месту в доме. Это моя студия, комната. В общем, здесь тоже очень-очень высокая дверь. И тут самые высокие потолки. Стены были из бетонных блоков. Тут не было дверей. Тут не было окон. Были просто дырки. Они настолько, эти окна высокие, это просто моя мечта, что они могут даже не влазить в кадр, чтобы я была во весь рост. И эти окна. Комната моя тоже достаточно большая. Намного больше, чем та, в которой я сейчас снимаю видео. И вот какая у меня возникла гениальная просто идея. Мне постоянно все присылают проекты дома, предлагают цвета, дизайн, как сделать, какую мебель купить. Чуть ли не ссылки на сайты. И я поэтому решила сделать конкурс на дизайн моей комнаты. Поэтому, ребята, дерзайте. Рисуйте, делайте в сим, сделайте в какие-то программах специальных. Кто-то предлагал стеклянный пол. Некоторые предлагали из-за того, что здесь нереально высокие, очень высокие потолки, повесить там кровать, именно еще одно спальное место сделать под потолком. Кто-то предложил из потолка спустить и повесить здесь где-нибудь, может быть, качели. То есть идей было очень много. Так что размещайте свою идею в любой социальной сети. Это будет рисунок или просто описание. Рассказывайте об этом на ютубе или где-нибудь. Но обязательно, чтобы я увидела вашу идею, поставьте хэштег Magic House. И, возможно, самый прикольный, самый оригинальный, самый лучший я реально воплощу в жизнь и сделаю эту комнату такой, как предложил один из мэджиков. Как я говорила весной, я просто иду к своей мечте. И, конечно же, это все не быстро, если ты не миллиардер какой-нибудь, не миллионер. Просто очень многие пишут мне, Аня, когда уже вы заедете в дом, когда он достроится? Ну, я надеюсь, очень, вот прям очень надеюсь, что этим летом мы уже в эту красоту заедем. Вот, подписывайтесь на канал, переходите по ссылочкам на другие ролики. Увидимся скоро в новых видео. Пока! Да? Кто-то. Помните надписи с клипа на миллион спасибо? Вот она почти стерлась там на снегу. Вот.